Спасибо вам, что собрались, нашли время. Сегодня у нас тема достаточно интересная, тема вебинара. Сегодня мы поговорим о новинке от компании Ялинк, микросотовой эпидек-системы Ялинк W80B. Касательно формата нашего вебинара, я думаю, можно свободно задавать свои вопросы в чате. По мере вебинара мы будем стараться на них отвечать. И, собственно, тогда начинаем. Дышите представиться. Меня зовут Максим Васюхин, продакт-менеджер по IP-телефонии компании IP-матико. И Эдуард Махаев, наш пресейл-инженер. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Еще раз сегодня проведем вебинар на новый продукт фирмы Ялинк, микросотовая эпидек-система. Слайд виден, поставьте плюсик, презентацию. Да, все, отлично, презентация видна. Итак, микросотовая эпидек-система. Что такое микросотовая связь стандарта ДЭКТ? Это система беспроводной телефонной связи, основанная на надежном стандарте ДЭКТ и предполагающая размещение нескольких базовых станций на территории предприятия либо офиса, которую необходимо покрыть и позволяющая абонентам в любом ее месте принимать и совершать звонки с трубки ДЭКТ, а также перемещаясь по территории между базовыми станциями, вести разговор без прерывания. Благодаря этому сотрудники могут свободно перемещаться, при этом не теряя связи. Режимы роуминг и хондовер. Какие задачи решает микросотовая эпидек-система? В первую очередь, это обеспечение мобильности абонента на территории предприятия с помощью функций хондовер и роуминг. Абоненты могут регистрироваться на любой базе и при перемещении между базами не терять разговор. Также микросотовая система позволяет получить единую сеть связи. К примеру, между территориально разнесенными офисами при перемещении от одного офиса к другому сотруднику необходимо получить связь в офисе и на складе. Качественная связь. Радиоканал ДЕКТ позволяет предоставить абоненту канал без помех, что дает использовать качественную связь. Решение проблем с проводами. С помощью микросотовой системы можно обеспечить связь в том месте, где нет возможности проложить провода. Сценарий использования микросотовой IP ДЕКТ-системы. Микросотов можно использовать в любом сегменте, в любом бизнесе. Популярностью пользуются это промышленные сектора, магазины, склады, гипермаркеты, поликлиники, автосервисы. Приведу пример. В промышленном секторе основную роль играют большие территории. Необходимо обеспечить абонентов на большой территории связью везде. Это могут быть ангары, это могут быть всевозможные склады. Ангары зачастую сделаны из металлического профиля, что в свою очередь создает помехи. С помощью микросотовой системы можно расположить базы в нужных местах и за счет роуминга и хондовера достичь плавной связи и плавного перехода без прерывания. В автосервисе, к примеру, моделируя ситуацию при входящем звонке, сотрудник ресепшена может, не прерывая разговора, пройти в зону ремонта, уточнить какие-то детали, вещи у ремонтника, вернуться к разговору клиенту и передать какую-то информацию. Все это упрощает диалог с клиентом и экономит время сотрудников. Также в поликлинике, к примеру, главврач перемещается по многим кабинетам, по пролетам, по этажам, по палатам. Везде необходимо главврачу быть на связи. Микросотовая система решает эти задачи. Все сотрудники в любой момент времени будут на связи. К примеру, в отеле. В отеле сотрудники клининга также перемещаются по этажам на этажных перекрытиях. Не всегда есть связь, к примеру, сотовая связь или радиоканал. В данном случае, если мы расположим базовые станции в нужном месте, в нужных точках, то сотрудники клининга также будут на связи. Основная задача, с помощью которой можно решить какие-то вопросы и задачи от клиентов, это применение каких-то больших помещений. Задачи, где нужно покрыть большую площадь связью. Это первая большая задача. Вторая задача, чтобы сотрудник, находясь в большом перемещении, сотрудник, которому нужно перемещаться по зданию, всегда находился на связи и никогда не перерывалась во время разговора, чтобы не терялась регистрация трубки. То есть микросотовая система – это такой некий аналог мобильной связи, только в микромасштабе. То есть это такое покрытие связью, беспроводное, достаточно большого помещения. Еще раз добавлю, из минусов системы нет решения у Илинка при расположении базовых станций на улице в агрессивной среде, в минусовых температурных режимах. Но здесь мы можем предложить использование боксов, так называемых уличных сторонних производителей, что в целом расширяет линейку возможностей применения. Да, естественно, у нас были похожие запросы в каких-то магазинах. Например, склад может находиться на улице, и здесь нужна специальная базовая станция. Мы такие задачи получали, знаем их решения. Здесь готовы тоже предложить специальные термобоксы, в которых можно поместить станцию и использовать уже на улице. Что актуально будет для больших каких-то и в промышленном секторе, и для больших гипермаркетов и так далее. Но, собственно, при построении такого рода больших сетей обычно выбирают между двумя основными решениями. Решениями ДЭК и Wi-Fi. Кстати, будет очень интересно услышать ваше мнение. Может быть, пока мы рассказываем, вы напишите в чате вашу историю. Интересно будет послушать, что вы выбирали, на чем вы строили Wi-Fi на ДЭКте, и с какими проблемами вы столкнулись, может быть, или и там, или там. Мы выделили несколько основных параметров, где мы считаем решение ДЭКТ лучше подходит для решения такого рода задачи. То есть, если нужно, покрыть связью в большое помещение беспроводное. Пару слов буквально о каждом. Ну, ДЭКТ, как мы знаем, использует более... Работает в своей частоте, использует свои каналы. В то время как Wi-Fi работает... Ну, 2,4 ГГц, это вообще канал уже забитый, особенно в больших городах, где-то в гипермаркетах. И, соответственно, здесь 2,4 ГГц и 5 ГГц сейчас используют очень много устройств, в то время как ДЭКТ работает на своей частоте, и в этом плане ДЭКТ более устойчив. Кроме того, ДЭКТ использует дополнительные протоколы безопасности. В части безопасности, что клиенты, заказчики особенно ценят, здесь, на наш взгляд, ну, в принципе, по технологиям ДЭКТ более безопасен. Шифруется и разговоры, и там уже на своей частоте. ДЭКТ все-таки имеет действительно лучшее качество голоса, может выдать лучшую качество связи, в то время как Wi-Fi, например, дополнительно нужно настраивать какие-то косы, что, к сожалению, если там заказчик самостоятельный, с помощью своих стилных администраторов занимается настройкой Wi-Fi, не всегда до косов доходят руки, к сожалению, но по нашему опыту, по опыту наших партнеров. И, собственно, здесь заказчики потом ругаются, что у них плохая связь по Wi-Fi, в то время как по ДЭКТу, соответственно, выделенная частота и никаких особых помех для этой частоты не присутствует. Кроме того, ДЭКТ, собственно, работает на частоте 1,8 ГГц. Частота эта ниже, собственно, эта частота чисто по своей технологии лучше преодолевает различные препятствия. То есть здесь у нас какое-то большое здание, например, склад. Склад достаточно нагруженный. Стеллажи стоят. Здесь ДЭКТ, ну, сам радиосигнал лучше обходит эти препятствия, в то время как у Wi-Fi иногда с этим могут быть проблемы. То есть нужно будет в Wi-Fi либо ставить там дополнительные Wi-Fi-точки, что приведет к одурожанию в целом сети, либо просто при переходе там от одной базы к другой, при переходе через препятствия, пропадание связи. Ну и в микросотовых системах ДЭКТа бесшовный хенд-овер работает все же лучше. И при переходе базовой станции от одной к другой во время разговора пользователь не услышит, не почувствует какой-либо разницы. В то время как в Wi-Fi при переходе, при переводе звонка существует некий перерыв, примерно 70 миллисекунд, и пользователь может услышать эту разницу. Да, хотел бы добавить еще, при решении, основанном на Wi-Fi, может быть канал быть перегружен, если кто-то из внутренних сотрудников начнет качать какой-то контент или будет канал перегружен каким-то контентом. Также я на рынке не видел трубок Wi-Fi разных роли и для разных сотрудников. В решениях ДЭКТа мы можем предложить трубки как и для руководителей, так и для рядовых сотрудников, и для трубки для использования в агрессивных средах. Чуть дальше рассмотрим и покажем. Да, соответственно, производители сейчас неохотно выпускают именно голосовые решения для работы с проводной трубки Wi-Fi, в том числе потому, что Wi-Fi все-таки быстрее сажает батарею и трубки, потому что Wi-Fi модуль более требовательен к потребляемой энергии. Соответственно, здесь ДЭКТ-трубка может работать неделями и нужно заряжать, особенно трубки. Но об этом мы расскажем чуть дальше. Итак, микросотовая IP-ДЭК-система. Я в руках держу один из элементов микросотовой системы W80B. Он же является и основным элементом. Что мы имеем? Мы имеем возможность использования до 30 базовых станций, до 100 одновременных вызовов, до 8 через одну базовую станцию, до 100 трубок использования. Конечно же, питание побоя используются самые популярные кодеки и совместимость присутствует с системой M-Browsoft и 3CX. Чуть дальше поподробнее на этом остановимся. Также имеет W80B компактный дизайн в белом цвете. На передней панели мы видим три светодиода LAN, ROLLE и DECT. Центральную кнопку, которая отвечает за регистрацию трубок, за выбор ролей. Задняя сторона у нас имеет крепежные элементы на крепление, возможно, на стену, на потолок. Также Ethernet-порт и для блока питания разъем. Вот, собственно, она выглядит. Да, здесь хотел бы отметить, что на базовую систему I-Link W80B при построении можно действительно регистрировать до 100 трубок, до 100 SIP-аккаунтов и до 100 одновременных разговоров, что в сравнении с некоторыми конкурентами является большим преимуществом. Поэтому здесь стоит обратить особое внимание. Разрешаю, отвечу. По поводу ТЛС, ТЛС есть, какое, к сожалению, не подскажу. Можно будет заглянуть в даты шиты на нашем сайте. Касательно подставки. Касательно подставки, ее в комплекте нет. Все-таки микросотовая система подразумевает размещение базовой станции примерно на высоте двух метров. Это необходимо для того, чтобы максимально использовать радиосигнал. Чтобы было максимальное покрытие все-таки на столе, наверное. Но это не лучшее решение будет для установки базовой станции на столе. Да, и также питание не только по ПОИ, тоже через блок питания. Разъем присутствует. Чуть дальше на нем остановимся и расскажу, в каких ситуациях его можно использовать. Итак, все в одном. Дэк-менеджер, база плюс совмещенный режим. Элемент микросотовой системы W80B имеет три роли. Дэк-менеджер, это роль дэк-менеджер управляет всеми устройствами, всеми базами. Роль базы позволяет регистрировать на себе трубки и совмещенный режим, говорит сам за себя, это роль базы и роль дэк-менеджера. Позволяет экономить при не очень больших проектов, экономить за счет того, что нет необходимости покупать и выделять элемент микросотовой системы отдельно, как отдельное устройство для управления всей микросотовой инфраструктурой. Простое переключение ролей с помощью центральной кнопки позволит вам в случае каких-то непредвиденных ситуаций, когда выходит из строя дэк-менеджер, взять наименее загруженную базу, быстро перевести ее в режим управления, в режим роль дэк-менеджера и минимизировать время простоя, сделать так, чтобы система начала работать. Сколько менеджер может контролировать баз? Чуть дальше мы разберем, мы условно поделим на несколько видов всю систему микросоты и там разберем этот вопрос. Также простой доступ к записной книге. Микросотовая система имеет совместимость с такими системами, как 3CX контакты и Broadsoft. При поступлении входящего вызова абоненты могут получить не только информацию о имени, но и также о номере с помощью локальной директории, удаленной книги, LDAP и XML. Все это в микросотовой системе присутствует. Здесь я, может, пару слов еще добавлю. Как вы знаете, у Ялинка нет своей платформы, нет своей API-ATS, соответственно, Ялинк позиционирует себя как производитель, который работает практически со всеми производителями, со всеми API-ATS известных брендов. И здесь, собственно, Broadsoft и 3CX, наверное, являются одним из ключевых партнеров Ялинка. И зачастую у заказчиков, когда мы говорим о записных книгах, заказчики предъявляют к этому особые требования. И здесь в чем совместимость? Совместимость в том, что, например, базовая система W80B в эту систему можно загрузить контакты 3CX. Выгрозить автоматически. Наши партнеры и производители уже есть несколько интересных статей, в том числе на Хаббле. Я думаю, мы сможем об этом поделиться. Можем бы посчитать, как это все делают, как наши партнеры уже прошли эти этапы и поделились своим опытом. По комплектации у нас слайд дальше будет, поэтому остановимся на нем. И он не входит в комплект. Перед вами слайд с микросотовой системой небольшого размера. В данном случае у нас один из элементов системы работает в совмещенном режиме. Базовая станция плюс DECT Manager. Такое решение позволяет использовать на управляющем устройстве до 10 базовых станций и до 50 одновременных звонков на всю систему в целом. Напомню, 8 – это количество одновременных разговоров на одной базе. На данном слайде у нас помимо DECT трубок еще присутствуют станционарные телефонные аппараты и конференц-телефонные аппараты. В дальнейшем с выходом на новой прошивки это также будет доступно. Максим подскажешь, когда примерно выходит новая прошивка? Мы ожидаем по заверениям E-Link уже в конце первого квартала мы ждем нового обновления программного обеспечения для базовой станции. И будет доступно действительно по заверениям не только трубки, но и все DECT устройства можно будет подключить к микросотовой системе. Здесь хотел бы обратить внимание, что на сегодня работают две из трех беспроводных трубки. Трубка 56-H и 53-H. Ну и по построению сети, как Эдуард уже сказал, здесь E-Link предусматривает два основных режима работы. Первый режим, о котором мы сейчас говорим, когда нам нужно использовать не больше 10 базовых станций. То есть здесь одно устройство мы действительно просто переводим в совмещенный режим работы базовой станции DECT Manager. Здесь не нужно выделять одно устройство, то есть можно его использовать как базовую станцию тоже. Здесь на глаза экономия средств. 52-H трубка по заверениям E-Link не планируется в дальнейшем подключении. То есть был упор делан на 56-ю и 50-ю H трубку. Да, вопрос по поводу взаимодействия DECT Manager с базами. DECT Manager взаимодействует с базами по Ethernet. В случае база взаимодействует с трубками уже по DECT и между собой тоже по DECT. Это говорит о том, что DECT Manager можно в принципе разместить где угодно. В серверной, в закрытом пространстве, подключив к интернету. Дальше микросотовая система среднего размера. Главное отличие с предыдущим слайдом. Здесь мы выделяем W80B отдельным устройством для управления всей инфраструктурой. Такое решение поддерживает до 30 базовых станций. И можно подключить до 100 трубок и 100 одновременных звонков на всю систему в целом. Главное отличие это то, что мы выделяем отдельное устройство для управления всей системой. Да, здесь я хотел бы добавить. В таком режиме работы, как сказал Duarte, мы одно устройство переводим полностью в режим работы DECT Manager. Куда-нибудь его там убираем, прячем. Здесь, опять же, оборудование работает, может выходить из строя. Здесь у Ялинка есть отличное преимущество, в принципе, о котором мы уже сказали. Если построена какая-то большая система, и DECT Manager выходит из строя, то очень быстро можно одну из базовых станций просто перевести в работу DECT Manager, и перерыв связи будет минимальный. Случаи бывают различные. Ну и, соответственно, еще раз обращаю внимание, что в этом режиме работы можем включить до 100 трубок на одну систему, а в режиме работы до 10 базовых станций можем включить до 50 трубок. Все это переключение из режима в режим происходит достаточно быстро. Все понятно, можно перевести, как зажав клавишу на самой базовой станции, так и через веб-интерфейс. Здесь все достаточно просто понятно. Итак, на слайде мы видим план помещения с примерным количеством сотрудников в каждой из комнат, и также примерным расположением базовых станций. Когда мы определили примерное расположение базовых станций, нам необходимо настроить так называемую синхронизацию. Синхронизация необходима для плавной и стабильной работы хендовера. Главное правило здесь, что каждая базовая станция должна располагаться в зоне действия хотя бы одной, а лучше нескольких базовых станций с более высоким уровнем синхронизации. Чтобы достичь это, обычно главную, скажем так, базовую станцию с первым уровнем синхронизации располагают в центре, и от нее уже идут наименее второстепенные уровни синхронизации. Так, комплектация. W80B комплектуется с собой крепежными элементами, два дюбеля и два шурупа. Краткая инструкция по настройке. В комплектации отсутствует блок питания, так как есть питание по пою, но, как я уже говорил ранее, есть вход для блока. Он нужен и может использоваться, если, к примеру, на месте расположения базовой станции у вас уже есть розетка, и вы сможете ее использовать. Также в комплекте отсутствует патч-корд. Здесь зачастую мы располагаем базовые станции на довольно большом расстоянии от коммутаторов, от маршрутизаторов, поэтому длина необходима индивидуально, и зачастую необходимо прокладывать патч-корды заранее. Вот поэтому здесь в комплектации они отсутствуют. Коллеги, здесь по комплектации, по блоку питания уже был вопрос. Соответственно, блок питания подходит стандартный, вот Ялинк, если я правильно помню, на 1,2 ампера, 5 вольт. То есть его всегда можно дополнительно приобрести. Для того, чтобы устройство и комплект не удораживать, скажем так, не платить за ненужное комплектующее, блок питания, патч-корда в комплекте нет. Дэк-менеджер, да, все верно, это одно физическое устройство. Устройство дэк-менеджер служит для управления всей инфраструктурой, поэтому оно только одно. Синхронизация, да, все верно, по воздуху. Чуть дальше мы расскажем поподробнее, как это происходит и для чего оно. Так, и вопрос от Сокола Дмитрия. На сайте написано «Поддержка до 100 СИП-аккаунтов до 8 на 1 базовую станцию». Здесь не совсем, ну, необходимо проверить, конечно же, у меня сайт, но мы можем на одну базовую станцию зарегистрировать больше, ну, 100 СИП-аккаунтов, то есть до 100 трубок, это если мы в решении выделяем отдельный дэк-менеджер. Но звонить будут одновременно только 8, звонки проходить будут только по 8 трубкам. Здесь, возможно, действительно не ясно написано на сайте. Здесь мы, конечно, посмотрим, возможно, конечно, ошибки. Так, проходим дальше. Итак, конечные устройства, трубки, с которыми работает микросотовая система E-Link W56A. Главное ее отличие – это большой экран с разрешением 240 на 320 точек 2,4 дюйма. Подходит для руководителей, большой экран, либо для секретарей. На трубке возможно подключение гарнитуры через 3,5 мм вход, разъем. Благодаря литий-ионной батарее трубка способна выдержать до 30 часов в режиме разговора и до 400 часов в режиме ожидания. Это достаточно большие показатели. Также на трубке имеется 9 мелодий предустановленных, имеется подсветка клавиатуры и экрана. Трубки идут в полной локализации, русскоязычный интерфейс. Автоматическое обновление прошивки. Здесь имеется в виду, что когда мы подключаем трубку к микросотовой системе, прошивка автоматически скачивается и устанавливается на телефонном аппарате. Делать какие-то движения лишние не надо. Трубка сама понимает, какая прошивка ей нужна. Также трубка имеет на себе кнопку трансфер, клавишу трансфер, которая позволяет осуществить перевод звонка в два нажатия. Это достаточно быстро и удобно. Не все. Здесь я хотел добавить, что, во-первых, многие, наверное, уже эту трубку держали в руках. Кто не держал, хотел бы отметить ее размер. То есть эта трубка по размеру, наверное, со стандартную проводную трубку. Достаточно большая, соответственно, с большой батареей внутри. Вот эту трубку можно действительно не заряжать неделями, если ей редко пользоваться. И еще один момент хотел отметить, что, как и все оборудование Ялинк, эти трубки предназначены в первую очередь для бизнеса. И в сравнении с различными конкурентами, что отличает эту трубку от обычных консюмерских, это действительно перевод вызова. То есть для перевода вызова выделена отдельная клавиша трансфер. И перевод вызова переводится действительно буквально в несколько нажатий, в отличие от других конкурентных трубок. Для того, чтобы сделать простое действие, к которому мы все привыкли, используя такие трубки в офисе, перевод вызова, нужно провалиться в экранное меню, найти этот пункт, подтвердить. Ну, в общем, здесь мы, еще раз обращаю внимание, трубка сделана для бизнеса максимально удобная, комфортная. И мы тратим меньше времени на совершение стандартных функций, к которым мы все привыкли. Так, идем дальше. Еще одна трубка, с которой работает микросотовая система, это W53H. Главное ее отличие – это дисплей, он здесь поменьше, 128 на 160, 1,8 дюймов. Также имеется подключение гарнитуры. Емкость аккумулятора здесь поменьше, до 18 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. Эту трубку можно рекомендовать для рядовых сотрудников. Также на нее имеется специальный защитный чехол. На следующем слайде остановимся на нем. Поподробнее как раз-таки телефон в чехле. Также имеется кнопка перевода, трансфер и автоматическое обновление прошивки. Да, хотел добавить, что все трубки, еще раз, возвращаясь в батареи, отличительной особенностью является воспользование литий-ионных батареек. То есть до Ялинка я, честно говоря, ни разу не видел трубки с литий-ионной батареей. Наверное, сейчас уже появились. Но здесь уже нет вот этих стандартных пальчиковых. Соответственно, здесь нужно их реже заряжать, в отличие от различных. Итак, специальный защитный чехол W53H. Вот телефончик у нас в чехле. Этот чехол позволяет использовать трубку в агрессивных средах. Имеет степень защиты IP54. Это пыли непроницаемость и водонепроницаемость. Предотвращает попадание пыли и защищает от брызг воды. Также был протестирован этот чехол при падении телефона и трубки с высоты 1,8 метров без повреждений. Еще отличительной особенностью этого чехла, чехол позволяет заряжать трубку, не снимая чехол. То есть выглядит это вот таким образом. Очень удобно. Да, но здесь в Ялинка пока еще нет специальной защищенной трубки с высокой степенью защиты. Но мы понимаем, что один из наиболее распространенных сценариев использования микросотовой системы, это, например, условно хату-сервисов, где трубка может тоже слесарь ее использовать, постоянно носить на ремне и не всегда чистыми руками за эту трубку хвататься. То есть здесь Ялинк предусмотрел, что трубка может так использоваться. Ну и, собственно, для этого был сделан специальный защитный чехол, который полностью покрывает трубку с двух сторон. Ну и, соответственно, трубка просто у вас дольше проживет. Причем также, да, есть клипса, с помощью которой можно зацепить телефон на ремне и освободить тем самым руки. Простое планирование с помощью измерительного комплекта. Елинк предусмотрел замечательную возможность, а именно измерительный комплект, с помощью которого вы можете спланировать расположение базовых станций, посчитать количество базовых станций на объекте. Сам измерительный комплект находится, ну, выглядит это кейс, который очень удобно транспортировать, имеет ручку, в котором находятся базовые станции, трубок, батареи запасные, зарядный стакан, штатив, несколько гарнитур, ручка, краткая инструкция. Отличительной особенностью является наличие штатива 2,8 метра, 280 сантиметров. С помощью этого штатива можно расположить базовую станцию на требуемом уровне и провести радиообследование одному. Это очень удобно. То есть мы расположили базовую станцию, где планируем ее на штативе, и отошли с трубкой и проверяем замеры, где у нас сигнал, как ловят. Это очень удобно. Здесь, во-первых, что-то все же видят, да, вот этот серый цвет, непонятно, напомню, что у нас презентация немножко поехала. Но мы, кстати, всем участникам презентацию разошлем, по крайней мере, в реальном виде там не было таких проблем. Что я хотел добавить. У нас достаточно часто вопрос приходит, а посчитайте нам, сколько нужно базовых станций на наше помещение. Сделайте нам предварительный расчет, сделайте нам коммерческое предложение. Здесь хотел обратить внимание, что зачастую это сделать очень сложно. В теории, наверное, можно сделать подсчет, основываясь, например, на схеме помещения, но до конца не понимая материал стен, толщину стен, расстояние реальное, какие-то препятствия. Здесь очень сложно правильно посчитать количество базовых станций. То есть где-то, например, на первый взгляд кажется, что их нужно 5, а на самом деле 3. А где-то, наоборот, мы думаем, что их нужно мало, но у нас там где-нибудь есть метровая стена, условно говоря. И чтобы ее пройти, нужно поставить две базовые станции с двух сторон. Поэтому здесь мы настоятельно рекомендуем пользоваться измерительным комплектом, проводить измерения всегда перед инсталляцией. Собственно, такие чемоданы, такие кейсы заказаны. Они, я надеюсь, скоро поступят к нам на склад. Мы планируем их бесплатно выдавать партнерам на тестирование. То есть действительно бесплатно можно будет его у нас взять, потестировать, провести измерения. Но здесь касательно, опять же, у вас может быть преимущество конкретного партнера для заказчика. Кто-то это делает платно, например, кто-то бесплатно это делает. В состав комплекта входит базовая станция. Базовая станция, она стандартная 80B. А вот трубки имеют специальную прошивку. Трубки 56H с большим экраном, с помощью которых, собственно, производится измерение. Здесь хотел бы отметить, что, как я уже ранее говорил, идеальное размещение базовой станции – это порядка 2-2,5 метров на стене, чтобы она находилась для того, чтобы было максимально плотное покрытие сигнала. Здесь, собственно, измерение может провести свободно один человек. Здесь в комплекте предусмотрен штатив. Это действительно важно, это действительно помогает. Ну и все необходимые инструменты, скажем так, измерения тоже в комплекте присутствуют. Поэтому здесь, ну, как только они у нас появятся на складе, мы всем сообщим дополнительно. Ну и кроме этого, мы планируем провести, я думаю, уже в феврале обучение техническое. Мы именно по Microsoft, я думаю, в формате вебинара или, может быть, точно еще посмотрим. Вот, на котором расскажем, как правильно производить эти измерения, в том числе, что нужно сделать, как понять, какой сигнал достаточный. То есть здесь мы готовы помогать. Кроме этого, если вы, ваша компания, например, ни разу не делала эти измерения, мы готовы будем направить с вами там один раз, первый раз нашего специалиста для того, чтобы он вам помог. Это мы тоже делаем совершенно бесплатно. Касательно вопроса по регионам, мы планируем, что в каждом нашем подразделении, напомню, у нас есть офисы в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и в Новосибирске, как минимум в каждом этом регионе будет находиться по одному комплекту измерительному. Поэтому, если вы там из этих городов или из ближайших, то здесь, я уверяю, проблема каких-либо не возникнет с получением чемодана. Ну, в любом случае, там все вопросы нам можно задавать, решается кейс-байкейс, я думаю, не возникнет проблем с передачей в какой-то город. Да, измерительный комплект поможет вам не купить лишнюю базу, чтобы она потом пылилась. И поможет вам избежать слепых зон. Надеюсь, по измерительному комплекту более-менее понятно. Переходим дальше. Итак, первые шаги. Внедрение микросотовой системы можно разделить условно на несколько шагов. Это первое. Провести измерения на местности и спланировать беспроводную индекс систему. Подключить компоненты системы к локальной сети, перевести одно устройство в режим DEC-менеджера или совмещенный режим, разместить базы в местах, где планируется их установка, зарегистрировать базы на DEC-менеджере, настроить синхронизационные уровни, настроить систему для регистрации с SIP-сервером, с ATS, и зарегистрировать в системе оставшейся трубки. То есть, пройдя эти шаги, эти несколько шагов, вы получите решение микросоты на основе DEC-то. Да, я начал отвечать уже Андрею. Возможно, поторопился с ошибкой. Ну, в общем, суть такая, что там используется специальное ПО, и обычную трубку сейчас нельзя перевести в режим измерительной трубки. Вот, и опять же, еще хотел отметить, в комплекте входит в измерительном комплекте, немножко вернусь назад, входит наушники, что поможет правильно, во-первых, освободить руки, и, поговорив, правильно понять, что голос, нет прерывания, например, в голосе, что слышимость хорошая. Так, ну, мы дошли до рекомендованных розничных цен. Как вы видите, на W85 цена сейчас 34 587 рублей, на телефонные трубки W56H и 53H 5544 и 5355 рублей соответственно, и защитный чехол для трубки 2268 рублей. Это цены РФЦ. Да, коллега, хотел отметить, что мы в этом году, кто еще не знает, снизились все розничные цены, но это вам на всякий случай, не только на микросоты, на трубки, а на все остальное, снизились на 5%, то есть теперь считается по курсу 60 рублей. Идем дальше. Итак, подводя итоги, все-таки, почему же микросотовая эпидекс-система от компании E-Link W80B? Ну, здесь мы можем отметить, что E-Link – это в первую очередь мировой бренд. Также E-Link предлагает полноценную инфраструктуру от одного бренда, а именно не только организация DECT-решений на предприятии или в офисе, но также и сюда можно добавить настольные телефоны, конференц-телефоны с выходом новой прошивки. Также у E-Link есть сервисная платформа UDMP, которая позволит вам автоматически настраивать, автоматически обновлять и, что самое важное, мониторить свой парк телефонных аппаратов, то есть полноценная инфраструктура от одного бренда. Лучшее качество на рынке – здесь мы подразумеваем минимальный процент брака. Из года в год E-Link подтверждает эту минимальную цифру, поэтому качество на рынке соответствующее. Повышенный гарантийный срок E-Link предлагает на свою продукцию от 18 месяцев. На рынке решения идут, я встречал это в основном, один год. Ну, здесь E-Link, конечно же, впереди. Локализация русский интерфейс на всей продукции, не только на телефонных аппаратах, но еще и на микросотовой системе. И также техническая поддержка по e-mail и по телефону, и обучающие вебинары и семинары. Ну, здесь хотел добавить, что действительно есть некоторые заказчики, особенно крупные заказчики, очень любят решения одного производителя. Здесь E-Link на сегодня, наверное, 90% всех задач по телефону закрывает, не говоря, там, IP-адрес. Здесь, ну, я думаю, ну, во-первых, если заказчик использует уже трубки E-Link 53 или 56, соответственно, здесь для того, чтобы развернуть микросотовую систему, понадобится меньше вложений. Ну, и в целом, используя парах телефонов E-Link различных, там, от конференц-телефонов, настольных телефонов, до ДЭК, ну, здесь у заказчика больше уверенности, что все будет хорошо работать. Отвечая на вопрос про Gigaset, ну, действительно, компания Appimatic предлагает два решения, вот, E-Link и Gigaset. Конечно, мы их сравнивали. Здесь напишите на почту, наверное, у нас какие-то таблицы сравнения есть, но оценить там качество и надежность, я думаю, и там, и там качество и надежность на высоком уровне. Вот, есть отличия по сервисам, есть отличия по сценариям использования, поэтому здесь, ну, говоря от лица Appimatic, нужно, конечно, каждую задачу смотреть, решать, исходя из потребностей заказчика, предлагать то или иное решение. Главное отличие в Gigaset реализовано, большее количество баз, большее количество трубок, то есть Gigaset может использоваться в более масштабных проектах, нежели E-Link. То есть, так. Да, документация у нас будет, Александр. Мы сейчас активно занимаемся доработкой, доработкой, локализацией переводов, там, всех инструкций. Продукт у нас появился на складе только в декабре, даже, я бы сказал, в конце декабря. Вот, но уже есть инсталляции, есть продажи, ну, я думаю, можно будет, мы уже собираем обратную связь, пока нареканий никаких не было. Документацию, конечно, мы дополняем, это все в процессе, к сожалению, не так быстро, как хотелось. Так, ну, и на этом все. Подводя итоги, задавайте свои вопросы, если они есть, еще остались. Также вы видите наши контакты на слайде. Всегда можете нам написать, либо позвонить с вопросом. Мы вас проконсультируем, не оставим вас одних с этим продуктом. Да, если есть вопросы, задавайте. Мы постарались уложиться в академический час сегодня, чтобы вам там сильно ваше время не отнимать. Но вопросов, я думаю, в любом случае появится. Здесь мы готовы, мы, ну, во-первых, мы сами разворачиваем эту систему у себя в офисе. Здесь мы будем готовы помогать нашим партнерам, отвечать на вопросы. Мы сами, собственно, будем ее использовать, вот уже в процессе, собственно, инсталляции. Вот. Ну, следите, в общем, за нашими новостями. Обязательно подписывайтесь на наши новости на сайте. У нас на первый и второй квартал запланировано очень много интересных событий. Будет и обучение, и обучение по микросфорте, и очное обучение. В общем, следите, дополнительно вам расскажем. Ну, наверное, это все. Коллеги, всем спасибо. Любые вопросы задавайте на почту, по телефону. Спасибо, что посетили наш ферминар. Спасибо большое. Все, коллеги, всем до свидания.